Век современных технологий А вот у вас мобильный телефон в руках, вы, наверное, больше электронной книги придерживаетесь или все-таки предпочитаете более классический бумажный вариант? Ну вот когда я, допустим, в автобусе еду, все-таки в электронном виде легче читать, потому что книжка, она все-таки потяжелее Бумага как-то удобнее читать, да ты чувствуешь эту книгу, а в электронном виде там может быть телефон садится, разрядится Книжки ты можешь что-то подчеркнуть, где-то что-то перечитать Нельзя же рисовать в книжках? Ну нельзя, нельзя, иногда приходится А вы как, ручкой? Конечно, карандашиком-то, что-нибудь подчеркнуто А вы потом за собой стираете пометки свои? Ну да Ну мне нравится взять, сварить себе горячее какао, взять книжку и читать вечером атмосферненько так А если бы вам предложили выбрать электронный вариант книги или классический бумажный, то какой выбрали? Классический бумажный А почему? Это атмосфера определенная создается, запах книг, страницы, свои заметки, это все неотъемлемая часть какая-то А вот есть такой вид получения информации, как аудиокнига, как вы к нему относитесь? Ну это когда, допустим, времени нету читать, вот просто идешь, допустим, и слушаешь в ушах, тоже, в принципе, удобно Совсем не нравится Почему? Когда свои мысли в голове получаются, а ты не слушаешь этого аудио Все зависит от голоса Да, а еще не все же хорошо воспринимают на слух И ведь действительно, и у электронной, и у аудиокниги, и у классической бумажной есть свои как плюсы, так и минусы У электронной может сесть батарейка, а классическая бумажная может намокнуть при дожде И ведь не важно, какие книги вы читаете, электронные или перелистываете тонкие странички классических бумажных Ведь главное, что литература жива Доброго вам утра и побольше интересных книг